Девочки, у нас дилемма, и вы должны сами решить, и вы должны помочь, потому что у нас просто наши менеджеры их завалили сообщениями с просьбами повторить марафон, но я думаю, можно записать его в запись делать, можно повторить, конечно, но можно сделать запись. Вот и мне нужно понять, если на следующей неделе мы делаем, то что мы делаем? Давайте вы выберите. Мы делаем скулы, опять повторяем, мы делаем глаза, шею, я могу всё сделать, конечно. Короче, мне нужно, чтобы вы мне сказали, и вы помогли решить, что мы повторяем, а что мы делаем в записи. Итак, оставляйте ваши, в зависимости от ваших голосов, я буду делать программу, поэтому всё зависит от вас. А я сейчас как раз выложу ссылочку на эти самые стадис, да, на те, которые выложили. Мы выложили ЦРУ ещё год назад, рассекретив этот документ, над которым работали наши советские учёные о том, как вообще микроволновое излучение влияет на здоровье человека. А то я сейчас смотрю, тоже преподносят новости, успокойте кто-нибудь эту Боню, берут у меня пятый канал, телеканал «Дождь», берут у меня комментарии. И опять же выставляют очень однобоко эту новость, потому что, видимо, невыгодно, чтобы кто-то ходил, читал. А я положу ссылочку, вот она, и, пожалуйста, пойдите и посмотрите на информацию, которая в доступе, в открытом, о том, что там написано, как влияет микроволновое излучение на здоровье человека. И сами сделайте вывод, и не ходите, и не говорите о том, что городская сумасшедшая Виктория Боня придумывает что-то. Микроволновое излучение.